На ваших экранах программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о событиях минувшего дня. Главные темы на сегодня. Лидер доверия в Рязани назвали организации и компании, получившие народное признание. Трагедия на дороге. Десятилетний мальчик погиб под колесами грузовика. В Канищеве проверили качество ремонта дорог. Контролировать дорожников теперь будут специальные рабочие группы. В рамках выполнения поручения губернатора Рязанской области Олега Ковалева состоялся инспекционный рейд рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. В рейде приняли участие министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, депутат Рязанской областной думы, член фракции «Единая Россия» Виталий Крючков, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда, представители администрации города Рязани, подрядных организаций и общественности. Рабочая группа проинспектировала ход ремонта участков автодорог, включенных в региональную профильную программу. По итогам проверки рабочей группы выявлен ряд нарушений, связанных с техникой безопасности и отсутствием информационных счетов с данными об организациях, проводящих работы. Представителям фирм-подрядчиков поставлена задача устранить все замечания в кратчайшие сроки. На сегодняшний день мы уже полностью вникли в этот процесс и готовы, как по поручению губернатора, снимать стружку с наших дорожников, которые некачественно производят эти работы. И таких примеров уже на сегодняшний момент, к сожалению, много. Но в рамках этой рабочей группы, в рамках своих полномочий, конечно, министерства, мы делаем все, чтобы наладить как раз контакт и чтобы наши подрядные организации понимали, что есть на сегодняшний момент такой жесткий надзор, что они не делали этих ошибок, которые были раньше. При создании дорожного полотна на пересечении улиц Молодцова и Космонавтов использовалась новая технология. Здесь улучшать сцепление колес с дорожной частью будет кварцевая крошка. Ремонт уже на стадии завершения. Сами понимаете, середина июня и впервые, наверное, за последние годы, когда мы с вами смотрим на объект, который уже в завершающей стадии. Кроме этого, нужно отметить, что все это стало возможным за счет помощи областного бюджета Дорожного фонда в виде выделения субсидий. Те объекты, по которым мы с вами проехали, включая Северную окружную дорогу, это денежные средства в объеме 343 миллиона, которые были уже выделены городу Рязани, и от работы программы «Платон» 550 миллионов, которые выделили на область, из них 300 миллионов дополнительно будут выделены на город Рязани. Инициатива введения общественного контроля за качеством ремонта дорог, подчеркнул депутат областной думы от партии «Единая Россия» Виталий Крючков, исходит от граждан и поддержана губернатором Рязанской области. «Единая Россия» выступает связующим звеном между контролирующими организациями и жителями. Подводя итоги инспекционной поездки, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда отметил, что благодаря созданию рабочей группы за ремонтом региональных дорог осуществляется трехступенчатый контроль. Члены рабочей группы сообщают о выявленных нарушениях. Минтранс выезжает с проверкой и выписывает предписание на их устранение, а отказ от выполнения предписаний грозит подрядчику штрафными санкциями. Вчера вечером на трассе М5 в Рыбновском районе погиб 10-летний мальчик. Водитель грузовика сбил ехавшего на велосипеде мальчика на регулируемом пешеходном переходе и попытался уехать с места. Однако неравнодушные очевидцы трагедии не дали 21-летнему мужчину, управлявшему автомобилем Scania, с полуприцепом скрыться. Трагедия произошла около 9 часов вечера. Как рассказывают очевидцы, водитель грузового автомобиля двигался на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу ехал мальчик на велосипеде. Водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и даже не подумал останавливаться. Не снижая скорости, он продолжил движение. Ехал километр 65 в километр в час, и на светофоре загорел, и резко вышел мальчик. Я думал, что я не видел, что я его зацепил. И к концу меня догнали и сказали, что сбил человека. Свидетели происшествия отправились в погоню за преступником. На подъезде к Рязани очевидцы остановили грузовик и вызвали сотрудников ГИБДД. Водитель грузовика двигался на запрещающий знак светофора, не снижая скорости транспортного средства, и пытался впоследствии после этого ДТП еще и скрыться. Благодаря слаженно проведенным разыскным мероприятиям и активным действиям очевидцев, он был задержан. В результате ДТП 10-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Я сразу перестроился в правый ряд, съехал на обочину, выбежал из машины. В принципе, на самом деле, я думал, что с ним все нормально, потому что он никуда не отлетел, то есть его немножко зацепило. Но когда я к нему уже подошел, я уже понял, что все намного серьезно, он уже не подавал никаких признаков жизни. Не убывает и количество ДТП с участием мотоциклистов. У супермаркета по дороге в поселок Борки произошло столкновение мотоцикла «Рейсер» под управлением 14-летнего рязанца и автомобиля «Митсубиши Лансер» под управлением 29-летнего мужчины. Мотоцикл, на котором ехали несовершеннолетние, принадлежит матери водителя. По предварительной информации, женщина знала, что ее сын управляет, не имея права управления. При этом мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. В нашем городе тестированием предприятий и организаций в добровольном порядке ежегодно занимается Рязанская единая городская ассоциация защиты прав потребителей «Человек». При поддержке правительства Рязанской области, администрации города Рязани, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Итоги конкурса традиционно подводят в первый месяц лета. Наша телекомпания в очередной раз получила диплом «Лидер доверия». Конкурс «Лидер доверия» в нашем городе проводится юбилейный десятый раз. Инициатором мероприятия стала одна из старейших правозащитных организаций в городе – «Общество человек». Ее бессменный руководитель Олег Попов, также являющийся членом Совета Союза потребителей Российской Федерации, отметил, что каждый год количество участников растет. Однако некоторые заявки на участие в конкурсе все же были отклонены. Ежегодно в рамках конкурса «Лидер доверия» наша организация проводит совместно с управлением Роспотребнадзора, правительством, администрацией Рязанской области подобные мероприятия. Для того, чтобы выявить организации, которая отвечает требованиям законодательства защиты прав потребителей, не нарушает права потребителей, но и ставит более высокую планку в своей работе для того, чтобы не иметь никаких нареканий. Было много заявок, которые отклонены, ввиду того, что мы знаем, что имеется со стороны контролирующих и надзорных органов нареканий со стороны в адрес организаций, которые нарушают права потребителей. У ряд были иски предъявлены, поэтому здесь организации, которые уже прошли определенные, скажем так, сито, которым можно доверять. Каждый год к конкурсу присоединяется все больше компаний, представляющих различные сферы услуг в городе и области. Огромное количество предприятий участвует в «Лидере доверия» со дня его основания, так как это уникальная возможность для каждой компании продемонстрировать свой потенциал. Наша компания, страховая компания «Согласие» много лет назад приняла решение, я считаю, очень ответственное решение принимать участие в данном конкурсе. Это своего рода лакмусовые бумажки, я бы так это определила. Большое количество изменений происходит в сфере услуг, в том числе в страховании. Я считаю, что у организаторов этого конкурса очень сильная гражданская позиция, потому что завалить на себя такое серьезное дело, такую непростую задачу, обеспечить потребителям прозрачный, качественный такой анализ, это дорогого стоит. Наша телекомпания уже в пятый раз принимает участие в этом значимом конкурсе. В этом году мы оказались в тройке победителей в номинации «Телевизионная компания». Для нашей телекомпании это огромная честь и ответственность. Мы благодарим наших телезрителей за оказанное доверие и поддержку. Спасибо, что остаетесь с нами все это время. Ежегодно в третье воскресенье июня в стране отмечают День медицинского работника. Профессия врача – одна из древнейших в мире, и переоценить значимость ее сложно. Сотни жизней спасены благодаря умелым, своевременным действиям тех, кто выбрал в качестве жизненного пути медицину, тем самым посвятив свою жизнь людям. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на развитие медицины. Наша съемочная группа в преддверии праздника побывала в Рязанском государственном медицинском университете. Выбирая профессию врача, человек берет на себя грандиозную ответственность. С тех пор, как он произнесет клятву Гиппократа, от его мастерства и знаний будут зависеть жизни сотен людей. Понимание этой ответственности и готовность к ней – один из залогов становления хорошим медиком. Другим фактором является тот поток знаний, которые поступают будущему специалисту при обучении в ВУЗе. Подготовка эффективных профессионалов в сфере медицины – главная задача современного медицинского университета. Работа над повышением качества образования идет в ВУЗе постоянно. Медуниверситет ведет активное сотрудничество с практическим здравоохранением. Разрешите мне от имени губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева поздравить вас с наступающим праздником медицинского работника. Вы знаете, как и сотрудники, так и студенты, и большая когорта выпускников вашего университета сегодня трудятся там, где они нужны. Церемония награждения медицинских работников за профессиональные достижения состоялась в преддверии праздника. Доцент кафедры факультетской терапии, врач-эндокринолог Людмила Твердова призналась. Получить такую награду – серьезный мотив для дальнейшего развития. А вот решение, что она станет врачом, приняла за нее судьба. День медицинского работника часто выпадает именно на ее день рождения – 15 июня. Как любой врач, я, конечно, всегда волнуюсь, что я что-то сделаю ошибку в своей профессии, в профессиональной деятельности, поскольку я не только преподаватель нашего вуза, я доцент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, но я еще и врач-эндокринолог. В своей профессии я уже почти 25 лет, и всегда, конечно, очень хочется выполнить свою работу не только хорошо, но на 5+. Начало своей профессиональной деятельности каждый врач ведется скамье медицинского вуза, но после выпускных связь с медуниверситетом не заканчивается. В стенах «Альма-Матер» проходит повышение квалификации, обмен опытом, мероприятия, конференции и встречи, на которых собираются лучшие представители практической медицины страны и мира. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям и желает настоящим и будущим медикам крепкого здоровья. Медицинские работники не устают получать поздравления и слова благодарности еще до самого праздника. Между тем, для них спасение человеческих жизней – это обычные трудовые будни. Ее профессия – это жизнь по графику праздники на работе и тот самый длинный коридор, в котором именно медицинские сотрудники протягивают руку помощи и дарят второй шанс. Но именно за это она готова отдать и вечера, и бой курантов в новогоднюю ночь. И роль медицинской сестры – моя роль в том, чтобы все диагностические исследования были проведены в самые короткие сроки и максимально эффективно. Для этого у нас в больнице сегодня есть все необходимое. Это и современное оборудование, и, самое главное, высококлассные специалисты в различных областях медицины. Могу и больных на себе через поле боя понесу. Да, это во мне есть такой боевой дух. Татьяна Устюкова – старший фельдшер-лаборант. Стоит добавить лучший во всей области. Так решили члены жюри регионального этапа всероссийского конкурса. Сначала мне было страшно. Я думала, ладно, поучаствую, и все, главное – участие. А потом уже чем дальше… Проснулся спортсмен. Да, проснулся спортсмен. Спортивные интересы. Многие соперники не знали, какой упертый спортсмен кроется под этим белым халатом. Даже сегодня в своем плотном графике она находит время для тренировок. Сказывается, восьмилетний опыт занятия на байдарках. А ведь когда-то мама была просто в ужасе от того, что ее дочка спорит с мальчиками на количество подтягиваний. Сегодня лучшим источником энергии Татьяна Устюкова считает молодежь и черпает силы на стадионе. Вместе с подругами они создали группу поддержки хоккейного клуба «Рязань». От стадиона, от энергетики, которая царит на стадионе, заряжаешься энергией. Вот идешь туда, уставший, даже после полутора суток, проведенных в больнице на работе. Еще Флоренс Найтингел повторяла, что эффективная помощь пациенту – это создание наилучших условий для активации его собственных сил. Так вот, Татьяна и есть тот самый первый этап, который определяет, что с пациентом делать дальше. А еще, как бы ни было трудно в это поверить, она мама выпускника, который мечтает о военной форме и переживает только заодно, чтобы боевая мама не надела парашют первой. Я говорю, ты скажи своим командирам только с мамой. Я говорю, мама сначала первой все опробует, потом тебя пропустит. Как в шутку говорит Татьяна, их больница одна из самых лучших, так что статус нужно поддерживать не только профессионализмом, но и красотой, подкрепленной хорошим чувством юмора. О том, как это удается, смотрите уже с сегодняшнего дня в телепроекте «Человек в городе». В воскресенье православный мир отпразднует Троицу – один из главных христианских праздников. День Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Триединство Отца, Сына и Святого Духа. В этот праздник в церквях сразу после Божественной Литургии совершается вечерня в воспоминании сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы о неспослании и нам Духа Святого, Духа Премудрости, Духа Разума и Страха Божия. Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы и цветами. Троица или День Пятидесятницы еще называется Днем Рождения Церкви, потому что в этот день на святых апостолов сошел Дух Святой, который был обещан Иисусом Христом. И Святой Дух просветил их. Они получили дары обильные, благодати Божией и получили те необходимые качества, которые понадобились им для того, чтобы созидать церковь, для того, чтобы проповедовать Слово Божие, для того, чтобы идти даже до края земли. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамбрийской Дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту Дубраву. А еще цветущие ветви напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей. Это все на сегодня. Смотрите новости, актуальные интервью с интересными людьми, а также авторские тематические программы на нашем сайте город62.тв, а также в сообществе телекомпания Город ВКонтакте. Желаем вам хороших выходных. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин